добрый день дорогие друзья сегодня хочу поговорить с вами о том как найти и как устроиться на работу в шенгенской зоне в европе но в частности в литве во первых это возможно и реально сам я уже год отработал в литве не хочу внести ясность по этому вопросу потому что мне очень много звонят и пишут да об этом самое главное это найти работодателя самое главное найти того кто вас возьмет на работу как это сделать это можно сделать онлайн заходить на сайты с объявлениями о работе эти сайты я будет ссылки до в описании под этим видео второй вариант это приехать самому в ту страну когда куда вы хотите например вильнюс в литву или другой город литвы и встречаться также повели находить встречаться общаться вживую и тот и тот вариант работает потому что знаю примеры что люди находясь других странах узбекистан кыргызстан таджикистан азербайджан до грузии армении люди онлайн находят работодателя и приезжают в литву работать следующий этап если вы друг другу подходите по всем вашим условиям потом работодатель должен пойти в биржу труда и получить на вас разрешение приглашение то есть он идет биржу труда местная местного в своем городе да и говорит что мне нужен например повар до 1 разряда биржа труда течение там по моему до месяца находит пытается найти такого человека с такой человек не находится то он уже подает ваши документы говорит что у меня есть такой этот человек только он иностранец и после этого биржа труда дает разрешение на вас на иностранца это приглашение вы получаете и это практически основной документ для того чтобы вам дальше действовать при главу вас на руках приглашение на работу до с работодателя потом у вас потом вам это все нужно подавать в консульство литвы вашей стране приглашение естественно загранпаспорт страховку желательно на период договора вашего до работе того договора о том что на счету должны быть деньги выписку с банка на этом там до 1000 евро где-то на год хватит ну и все внутренние там на документы внутренний паспорт загранпаспорт платить нужно 60 евро эта виза будет стоить 60 евро для вас и все и подаете в консульство в течение недели вам дают или добро или отказ ну скорее всего дадут добро я вообще лично имею опыт что я нашел работу у работодатель который является и б у меня были с этим небольшие трудности но все-таки мне все далее визу не одобрили рабочих а если это организация стоит вообще упрощает дело еще есть конечно мелкие какие-то недочеты вопросы которые мне пишут задают но в принципе вся информация есть в интернете хочу сказать что главное это приглашение на работу если вы имеете такое желание доработать вы находите работодатель по объявлению созваниваете сейчас у всех есть ватсап вайбер и почта электронная пишите предлагает себя предоставляете документ естественно если вы какой-то определенной специальности ну вот например сварщик повар то у вас должны быть документы подтверждающие ваше обучение вашу квалификацию и трудовая книжка с последним стажем не менее трех лет эти тоже документы нужно предлагать когда будете подавать на визу и в принципе все но вот сколько мне людей звонят реально люди находят работу из разных стран приезжают трудятся разного возраста разного поколения да еще недавно я узнал что есть в литве возможность устроиться на сезонную работу это не более полугода сезонная работа то есть это сельхоз работа на полях в курортных городах в сезон лета отдыха там официантом поваром еще как-то но есть одно условие что работодатель вам должен предоставить жилье не менее 7 квадратов до на одного работника это вот ко всем остальным условиям прибавляется вот это условие по обеспечению жилья работнику не менее 7 квадратов поэтому у кого есть желание но если есть какие то еще вопросы пишите пишите задавайте что знаю я вам расскажу и еще еще один главный нюанс по зарплате до для чего вообще все это нужно учтите что нужно с работодателем это обговорить зарплату цифры которые он говорит например тысячи евро это до вычета налогов или после вычета налогов то есть если до вычета налогов то до вычета налогов то вам нужно 1000 евро отнять еще 35 процентов то есть минус 350 евро и на руки вы получите 650 евро если я 1000 евро составляет после того как все налоги оплачены за вас то естественно это уже остается 1000 евро вот этот нюанс самое главное тоже это все обсуждаете обговариваете ну вроде как бы все что я хотел об этом сказать внизу оставлю ссылки с объявлениями и еще есть кстати оставлю ссылку сайт сайт литовской биржи труда по всей страны где указано вакансии там указаны зарплаты есть телефоны работодателей там объявления могут быть и напрямую работодателя могут быть и посредника например но агентство которое ищет который сводит работника работодателя если вы не имеете такой возможности да и желание самому этим заниматься то есть фирмы компании до которые сами подбирают вам работодателей за вас делал документ но естественно это стоит денег если кто сейчас досмотрел видео до конца хочу сказать что я сам лично работу не предоставляю я сам работаю потому что тоже задают вопрос ну если у вас работа у меня работы нет но в данный момент я знаю что вот ты это я точно знаю что вот в городе по невежис да где живу есть вакансии сборщика мебели с определенными тарифами а за это сделано работа вот этот вот эта специальность да она требуется ну на этом все ребята всего хорошего пишите ссылочки оставлю внизу всего хорошего пока